Приветствуем зрителей нашего канала на Тагил ТВ новости в студии Олег Шкварков. О событиях дня коротко. Шаг вперед, да не один. Два года отмечает общественная организация Шаг вперед. Поздравить активистов. В открытое ими инклюзивное кафе приехал глава города. Возгорание на скейтплощадке. Каркас металлический, но покрытие из горючего материала. Для тушения были вызваны пожарные. Тагильский тайбоксер лучший. С первенства Европы и Стамбула воспитанник спортивной школы Старт вернулся с золотой медалью. Шаг вперед, да не один, а уже два. Два года отмечает общественная организация Шаг вперед. Ее активисты на девятом поселке участвовали в обустройстве современной спортивной площадки. Проводят на ней фестиваль уличного спорта. А теперь и помещение, предоставленное мэрией под инклюзивное кафе, отремонтировали и открыли. Поздравить их приехал глава города. Сразу и не поймешь, что это светлое, просторное помещение, в котором еще чувствуется запах новой мебели, это бывшая столовая. А сейчас настоящее инклюзивное кафе. Организовать место где на равных смогут общаться люди с ограничениями по здоровью и без, решил Александр Коченков, директор некоммерческой организации Шаг вперед. Теперь тут не только общаются, но и в настолке играют, проводят музыкальные вечера, приглашают школьников на уроки доброты со вкусом, где пироги пекут и объясняют, что инвалидность не помеха для того, чтобы жить и творить. Сегодня празднуют день рождения организации, два года. Александр Коченков делится, а пока в этом помещении все-таки не хватает доступной среды, но над этим работают. У нас проект, который мы подготовили, там была заложена замена входной группы и обустройство тамбура. И мы сейчас эти средства вложили на дверь, на замену дверь. Мы уже купили, сейчас она изготавливается, то есть там будет дверь, доступная для колясочников, и будет залит пол, куда уже потом будет устанавливаться вот этот электрический подъемник. Пока все вырученные средства с мастер-классов с дачи макулатуры откладывают на приобретение подъемника. Сегодня и глава города вложил средства в копилку. Такой вот подарок на день рождения. И отметил, насколько активные были ребята за прошедший год. Это ведь они летом помогали пациентам первой городской больницы, привозили им средства личной гигиены, а потом возвращались в кафе, и делали ремонт. Шаг не простой, но вы нашли все силы воли, вы это сделали, вы реализовали уже такой проект, молодцы, все меняется, все лучше, 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 лучше. Но самое главное другое, самое главное, что вокруг вас объединяются люди. Вот это дорогого стоится, что ты смог это сделать, то есть начал вот со спортивных соревнований, да, там познакомились уже в том формате. А вот сейчас уже немножко шаг вперед, прямо с мастер-классового это сделано. В этом году Александр готовится провести уже пятый фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть». Растянется он на все лето. Будут отборочные турниры и финал среди сильнейших. На этот раз не придется ломать голову над финансированием. Шаг вперед выиграл президентский грант полтора миллиона на организацию фестиваля. Еще один грант получили в конкурсе «Евраз. Город друзей. Город идей» на походы без границ для людей с инвалидностью. На скит-площадке в парке Победы на Гальянке произошел пожар. Звонок на пульт пожарной охраны поступил вчера в 21.14. Выехавшая на место бригада зафиксировала горение мусора на площади 3 квадратных метра под одной из конструкций. Огонь был потушен в течение трех минут. Дознаватели устанавливают причины возгорания. Скит-площадка в парке Победы была построена на грант-евраза. Каркас конструкции металлический, но листы из горючего текстолита. Так что, по мнению депутата городской думы Константина Шведова, поддержавшего инициативу обустройства скит-площадки, конструкция могла бы полыхнуть. 47-летний пешеход погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 9-м километре южного подъезда к Нижнему Тагилу. Он шел по обочине проезжей части в направлении попутном движению транспорта. Был в темной одежде без светоотражающих элементов. Водитель, мужчина, 64-го года рождения. Двигаясь по маршруту в село Николопаловское, город Нижнему Тагилу, на пассажирском автобусе ПАС, допустил наезд на пешехода мужчину, 74-го года рождения. В салоне рейсового автобуса номер 101 находились два пассажира. Пешеход с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии и скончался. На месте происшествия сотрудники госавтоинспекции установили. 58-летний водитель трезв к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее не привлекался. По данному факту ведется следствие. И еще об одном ДТП, в результате которого пострадала газовая труба. Сегодня в 8 утра водитель автомобиля Датсун Онда, следуя по улице Чайковского в сторону проспекта вагоностроителей, совершил поворот налево у дома 73. При этом, как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, не предоставил преимущества встречному автомобилю БМВ, который ехал в прямом направлении от проспекта вагоностроителей в сторону улицы Ильича. В результате столкновения БМВ отлетела на обочину и снесла трубу газоснабжения. Пострадавших в результате ДТП нет, но на место выехали одна машина 30-й пожарной части и машина газовой службы. Как сообщил нам начальник службы пожаротушения 9-го пожарно-спасательного отряда Василий Калятко, возгораний на месте происшествия не было. Команда спасателей дежурила, пока работала бригада газовиков. Сотрудники ближайшего к месту ДТП детского сада и жители частного сектора сказали нашей съемочной группе, что давно настаивают ограничить скорость на этом участке дороги. Евгений Куйвышев принял решение о создании штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. Задача, как сказал губернатор, оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе. Предпринимается все в связи с проводимой вооруженными силами России специальной операцией на территории Украины. У нас в городе Красный Крест собирает гуманитарную помощь жителям Донбасса. В поддержку действиям президента установлены щиты. А на некоторых частных машинах замечены наклейки с одним из двух символов ополченцев и вооруженных сил ЗЭД. Мы спросили у тагильчан, что они знают о спецоперации и поддерживают ли ее. Положительно. Трудно. Тяжело воспринимать. Ребят жалко. На долг есть долг. Фашизм не пройдет. Все переживают, и я переживаю. А почему переживаете? Ну как наши ребята гибнут там, мне их жалко. Но тем не менее, я в России живу, я за Россию. Война всегда плохо, но вопрос надо было решать. Вот и все. Я считаю, правильно все. Путин делает все правильно. А для чего он делает? Чтобы защитить русских в Донбассе. Переживаю за наших солдат. Вот это самое главное, о чем я волнуюсь и беспокоюсь. Восемь лет это длилось и не прекращалось. Я вот была когда маленькая, мы всегда к бабушке на Украину ездили отдыхать. Сейчас это невозможно сделать. Они считают, что у них все хорошо, все прекрасно. Они в раю живут и замечательно. И как бы виновата Россия, и мы хотим занять их территорию еще что-то. Поэтому вот у меня там подружка и двоюродная тетя, они прекратили с нами общаться. Я считаю, что оправдано. Сколько же можно людей убивать? Я считаю, что это все правильно. Хочу быстрее, чтобы кончилось все это. Без кровопролития и быстрее бы все закончилось. Жалко все-таки солдат. Путин сделал правильное решение. Надо было прекратить все это. Детская безнадзорность и подростковая преступность стало предметом обсуждения в управлении МВД России Нижнетагильская. По представленной информации, 254 заявления о розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи и учреждений государственного воспитания, поступило в органы внутренних дел в 2021 году. В целом специалисты отметили значительное снижение числа таких фактов. Оно составляет 43%. При этом почти на 30% увеличилось количество уходов из учреждений воспитания. Их зарегистрировано 80. Как правило, предоставленные сами себе подростки склонны к совершению правонарушений и преступлений и, в свою очередь, могут стать объектами преступных посягательств. По задаче, поставленной начальником межмуниципального управления МВД России Нижнетагильская Ибрагимом Абдулкадыровым, профилактика самовольных уходов детей из семей будет активизирована. Подводят итоги и радуются наградам. Завершился региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Участники из тагильских СУЗов показали свое мастерство. К примеру, у команды Демидовского колледжа 7 медалей разного достоинства, у торгово-экономического 11. А сегодня в педагогическом колледже номер 2 наградили трех обладателей призовых мест. На шею медали, а в личную копилку бесценный опыт. В педагогическом колледже номер 2 награждают победителей и участников регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Студентка третьего курса Александра Дерусова в этом году показала блестящий результат и стала первой в компетенции физическая культура, спорт и фитнес. Говорит, на руку сыграли два ее полярных увлечения – художественная гимнастика и тяжелая атлетика. Одно из заданий чемпионата – бодипамп-тренировка. Это танец с фитнес-штангой. И в нем равных Саши не было. Подготовка к конкурсным заданиям, где нужно было разработать индивидуальную программу здоровья, дистанционный урок и провести две тренировки, круговую со штангами, заняла около полутора месяцев. Сложно морально. Именно то, что все равно ты уезжаешь, где ты находишься, там также без телефонов. У нас как пункт забирали, только вечером мы давали. Подготовка была у меня достаточно на хорошем уровне, поэтому задания мне давались не так, наверное, сложно, как другим конкурсантам. Мы общались все-таки с ними в комнате, и они вообще некоторые не понимали, что им делать. И даже я сидела, объясняла, говорю, вот здесь нужно так будет сделать, если что, там вот так. В этой же номинации первым среди юниоров стал и будущий студент колледжа девятиклассник Виталий Авдюков. Участвовала в чемпионате и выпускница второго педагогического. Воспитатель с 30-летним стажем Татьяна Зарифулина. Заняла третье место в компетенции «Дошкольное воспитание» в категории «Навыки мудрых». Оказалось, что такая эмоциональная и профессиональная встряска ей была просто необходима. У нас есть чему поучить, хоть мы и мудрые, как нас называют, мы тоже готовы учиться. Просто наш опыт, вот он действительно вот вместе со современными знаниями, вот они и дают вот этот результат. Я потому что сама много узнала. Вот, да, у меня есть эмоциональность, да, у меня есть опыт, у меня там есть практика, но чего-то мне все равно немножко не хватало. Именно каких-то знаний современных информационных технологий. Вот сейчас я владею этим, я сейчас даже своим коллегам даю мастер-классы после вордскилса, потому что это действительно нужно, важно и интересно. Не только Татьяна Зарифулина после профессиональной прокачки ведет мастер-классы для коллег. Новыми знаниями делится и Александра Герусова, дает открытые уроки студентам. Вот это, например, та самая бодипамп-тренировка. Готовьтесь, три, вверх, вверх, три, два. Задания чемпионата, они выходят за рамки программы профессиональной подготовки, то, что предусмотрено стандартами. Вот. Соответственно, участник, конкурсант, он становится более конкурентноспособным на рынке труда. То есть у него больше возможностей получается для трудоустройства. На этом чемпионат рабочих профессий для тагильских победителей не закончен. Скоро будет проводиться отборочный тур на финальное всероссийское соревнование, которое пройдет осенью в Саранске. В столице Турции, Стамбуле, состоялись чемпионаты и первенства Европы по тайскому боксу. Соревнования прошли в шести возрастных группах. Среди юношей успеха добился тагильчанин Максим Юсупов. Он завоевал золотую медаль весовой категории свыше 81 килограмма. С победителем и его тренером встретились наши корреспонденты. Для 15-летнего Максима Юсупова, кандидата в мастера спорта по тайскому боксу, самым напряженным поединком на первенстве Европы стал полуфинальный. Соперником оказался турецкий спортсмен, о котором будущему финалисту, которому судьи отдали победу во всех трех раундах, не было известно совершенно ничего. Мы встретились с ним в разминочной, прямо перед боем. Он оказался больше меня в весе и в росте. Сначала я испугался, что он будет выше меня, потому что это единственное, что меня может напугать. Потом, войдя в ринг, я уже понял, что он не намного выше меня, перестал бояться. Деваться некуда было. Максим Юсупов выступает в категории свыше 81 килограмма. Самый тяжелый для своей возрастной группы. Воспитанник спортивной школы «Старт» уже может похвастаться опытом. В декабре он выиграл первенство мира, которое проходило в Таиланде. Во многом это помогло ему добиться успеха и в Стамбуле. Финал прошел, можно сказать, на расслабоне. Потому что в финале был спортсмен из Белоруссии, которого Максим уже выиграл на первенстве мира. Так что особых усилий не затратил, чтобы его выиграть. Ввиду явного преимущества победу дали в первом раунде. Поддержку, в том числе финансовую, юному чемпиону оказал спортивно-патриотический клуб «Первый». В его зале победители первенства Европы по тайскому боксу продолжают совершенствовать мастерство. Снег, а затем и похолодание, вплоть до зимних морозов обещают Среднему Уралу синоптики. Надеюсь, что такая погода не испортит предстоящий праздник. Завтра встретимся еще раз, шестой рабочий день и уйдем на выходные. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok